МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как быть, если думаешь, что Бога нет? Как Его найти? И что делать, если даже искать не хочется? С вами программа «Не верю». Здравствуйте, дорогие друзья. Атар, вы перед началом нашей беседы здесь в студии упомянули, что пришли к нам сюда в каком-то смысле поразмышлять над вопросами, которые вас, быть может, волнуют или даже мучают. Это вопрос о религии, о Боге, наверное, о смысле жизни. Вот какой вопрос для вас наиболее остро стоит, который мы могли бы отцу Павла адресовать? Я, во-первых, приветствую с почтением и пиететом вас в студии. Размышлять очень точное слово. Когда мы обсуждали с приглашавшими меня людьми, которым спасибо за приглашение на канал «Спас», я, наверное, в разговорах показался человеком уже с окончательно оформившимся взглядом на проблему, которую мы будем обсуждать. Это вовсе не так. Поскольку я сверхэмоциональный паренек и сверхимпульсивный, наверное, у людей по тому, как я в скоростном режиме формулирую, складывается впечатление, что я очень категорический человек жизни. Это далеко не так. Я хочу сделать слово «размышлять» ключевым, с вашего позволения, и с вашего позволения высокого. Я хочу сделать слово «размышлять». Некие события в моей жизни, а именно, к сожалению, печальные, смерти людей, будем называть так их, летальный исход, если хотите, по-книжному, моих друзей, близких, очень молодых, и одной очень пожилой женщины, которая уходила в таких муках, вину, за которую я взял на себя в городе Кутаисе, в городе моего детства, речь о моей маме. С того самого дня, когда она уходила, и я задавал всем вопрос, почему, за что она уходит так больно, так тяжело. Эти вопросы стали копиться у меня в голове. Потом я приехал, не получив ни от кого. Вы же знаете, что Грузия очень набожная страна, и там на каждом шагу приветствуется богоискательство. Это не возведено в ранг государственной политики, но патриарх, там человек выше президента, выше небес, выше этот человек, у которого должны быть априори все ответы на вопросы. Но мне его посланники, его полномочные представители не ответили на вопрос, почему маме было так больно. Эти вопросы накапливались, накапливались во мне. А поскольку я человек рефлексирующий, какой бы профессией ни занимался, это способ заработка денег, человек я рефлексирующий, у этих вопросов до сих пор нет ответов. И последней каплей, конечно, стал уход. Не знаю, слышали ли вы об уходе из жизни молодой певицы Жанны Фриске. Мы были очень близки. Очень близки. Мы были на короткой ноге. Это ее корявое выражение. Водили хлеб-соль семьями. И на кладбище, на погосте, когда я прощался с ней, я вел себя не очень хорошо. Я начал приставать к людям с этим вопросом. За что? Почему? Это и простительная, может быть, в этом контексте истеричность. Я спрашивал у вашего коллеги. Не помню, и прошу прощения, не помню, кто именно. Но невысокого звания был человек. И я спрашивал, почему? Почему она лежит в гробу? Почему рак? Почему она? И он мне ответил. Вот что я сказал девушкам, приглашавшим меня. Я этого ответа боюсь больше всего. Бог забирает лучших. Я предложил человеку, ответившему мне этим предложением, подойти к маме, убивавшейся, не желавшей прощаться с дочерью, и сказать, вы наберитесь мужества. Это же входит в круг вашей компетенции. И повторите это ей. Он не пошел. Это христианский ответ? Это вопрос. Я поддерживаю формулировку. Самая элементарная формулировка. Так же часто говорят. Он имел право так мне ответить? Знаете, никто не имеет права отвечать за Бога. Это первое. Если бы у нас в Божественном Откровении было бы написано, то есть прямая речь, то есть прямая речь, то есть про Господь, Сус Христос сказал бы, или через какой-нибудь пророк, или апостол, что я забираю лучших, мы бы могли бы сказать, что в Писании написано, что Бог забирает лучших. Об этом не написано. Об этом не написано. Нигде. То есть сам вот это пустыла, что Бог забирает лучших, неверен. Неверен почему? По той причине, что если Бог забирает лучших, получается, то худшие остаются. Но это не так. Очевидно, что мы знаем, что мир наш временный, и в принципе все люди, так или иначе, живущие во временном мире, живут некоторое время. Время очень дело такое лукавое. Об этом поступают дни наши лукавые. Нам кажется, что много, а на самом деле может быть немного. Поэтому есть такое мнение святотическое, вот я с ним согласен, что Бог забирает человека, может быть, в определенный лучший душевный момент для него. Бог смотрит с позиции какой? Я хочу, чтобы все пришли в познание истины. Господь всех живет в Царстве Небесном. И Господь смотрит на тот момент, что бывает так, что лучшее сейчас, потому что дальше будет хуже. Или наоборот, сейчас человек находится на самом высоком духовном развитии, на самой высокой точке. А, я понимаю, о чем я считаю. Но стоит сказать, что у Бога воля своя, а не наша. И поэтому приписывать Богу именно какие-то человеческие наши какие-то качества не совсем верно. Просто имею в виду, что много людей молились, чтобы Гитлер умер, и побыстрее. Конечно. Да. И много людей, мы можем вспомнить детей в Беслане, пострадавших, да. Много, ведь все родители молились о том, чтобы их дети выжили. Конечно. Но не у всех родителей дети выжили. И стоит сказать, что у Бога божественная воля, она отличается от человеческой воли. И, безусловно, те родители, у которых родители не выжили, они столкнулись с гигантской проблемой веры. Почему? Потому что я, вот знаете, честно скажу, я напомню замечательные слова отца Георгия Чистякова, покойный священник, который служил, наверное, это тяжелейший крест у него был. Он служил при детском онкологическом отделении. И он написал страшную статью. Вот это не то, что реклама, я многим не советую читать. Только сильной веры, пусть почитает. Статья называется так, «Нисхождение в ад». Он говорит, и он там, среди прочих, такую выдаёт фразу. Сразу скажу, когда эта статья вышла, очень многие прям из православных христиан возмутились, нельзя такие вещи писать. Он там написал, легко верить в Бога, когда солнышко встаёт, рассанна троётся, а ты попробуй верить в Бога у гроба своего ребёнка. Вот в этот момент, вот здесь проявляется вера. Верность, она проходит всегда испытания. И стоит сказать, что да, есть высочайшая планка, поставлена апостолом Яковым. Радуйтесь, когда вы проходите испытания, потому что вы можете показать свою верность. Это высочайшая планка. Я, например, хоть в своей жизни, конечно, у меня были какие-то скорби, и у меня там невеста умерла, но, наверное, мне было проще принести, чем, например, Матару, смирить свою маму, потому что я был молодой. Мне был 21 год, и 21 год, несмотря на то, что это была утрата, но мне кажется просто потому, что я вот сейчас в жизни переживаю гораздо более глубже, чем 21 год. Да, вот в этой истории очень чудовищно трепетный про ответ человека, про то, что Бог заперет лучших, который вас так зацепил. Ваша логика, как я понимаю, в том, что кто, собственно говоря, неужели Бог вас уполномочил вот так отвечать за его логику? Можно сформулировать так. Значит, всё-таки в вашей системе мировоззрения «Бог есть». Послушайте, я хочу ещё раз вернуться к прологу разговора. Когда мы дойдём до детей, я объясню вам, почему я такой, кстати говоря, патча чаяния и в пику всем телевизионным ведущим, почему я такой толерантный, какое бы впечатление я ни производил. Конечно, в моей системе ценностей есть то, во что верят пятеро из восьми моих детей. Конечно, я думаю об этом. Конечно, я думаю о том, что моя проблема – это проблема так, что я не встретил дружелюбного, хорошего человека, умеющего складно отвечать на вопросы. Конечно, моя привередливость обернулась тем, моя привередливость и вот эта моя экспрессивность и чуть ли не хватание за грудки обернулась тем, что я, может быть, настроил людей против себя. Но когда я рыдмя рыдал и слёзы текли из глаз, и извините меня, я не могу держать себя в руках, как и хладнокровный человек, я думаю, это простительная слабость. Может быть, проблема связана, знаете, как у Джулиана Барнса, известнейшего, тончайшего, как я в лучшие свои дни, писателя британского. Я в Бога не верю, но мне его не хватает. Это же блестяще сказано. Вот это вот силогистик, но его брат, священнослужитель, самого писателя, это автобиографичная книга, рекомендую прочитать. Нечего бояться написано о вопросах, которые мы здесь в том числе обсуждаем. Меня так увлекают... Вообще меня и у меня увлекают люди умные и влюбляют себя немедля. Я самый влюбчивый в этом смысле человек. И я не верю в Бога, но мне его не хватает. Считайте, что я, прикрываясь словами Джулиана Барса, потому что он умнее меня, просто выражаю свое. Чего-то мне не хватает. Может быть, вот его священнослужитель брат сказал ему, было бы хорошо, если бы не было так помпезно. Ты слишком помпезно и жеманно это оформил. Ну, я не такой критикан, как и брат Джулиана Барса. Я могу сказать, что в этой формулировке вот моя дуалистическая вот такая метущая себя по полиции. Это состояние богооставленности, или что это? Вы знаете, ведь слово вера, оно занимает определенную свою ступенечку, в определенной лесенке. Огромное количество людей, которые говорят, что они верующие, в реальности даже Богу не доверяют. А доверие это то, что до веры. До веры. Поэтому, я честно скажу, верующих людей я встречаю очень редко. И когда я встречаю, предположим, мусульманина, который совершает намаз, пятикратную молитву, пятничную молитву посещает, который читает Коран, Сунну, отдает закята, ему хочется совершить хадж в Мекку, у него есть их сан, то есть нравственность. То я вижу, что он Бога чтит, он по-настоящему верующий. Мне с ним интересно разговаривать, у нас с ним есть единомыслие в том смысле, что я верю, и он верит. Да. Но бывает так, что человек, бьющий руками себя в грудь, говорит, что он верующий, но в реальности он не может сказать, Господи, делай с моими детьми все, что хочешь, потому что он даже Богу не доверяет. Да, увы, увы. Увы, да. И это можно звать маловерием или неверием, но на самом деле вера, она становится по-настоящему верой только после испытания, то есть вот я сделал предложение своей жене, я не верил и не знал, будет на меня любить, да, я этого не знал, я доверял тем, какому-то опыту, но я вступил в брак. И вот сейчас уже всего лишь 13 лет в браке, я верю, что она меня любит, пройдя какие-то испытания, и она верит, что я люблю, хотя я этого не знаю, как это могут знать? Если бы это знал, я бы вам сейчас доказал бы это, но я в это верю, я в это верю. А вы, кстати, может быть, не любят еще, кто-то сейчас подумал. Я, поскольку я матримониальный уже очень давно, очень давно, после школы сразу, после школы сразу я ринулся, я нырнул в эту реку, не раздумывая долго. Я скажу вам по этому поводу, поделюсь соображениями, про истину. Не до истины, когда я приходил на Кристины, друзей приходил, мы стояли в очереди, и люди, судя по облику, по линии поведения, прихожане уже с вековечным опытом хождения туда, только ты улыбнешься, только ты что-то или одет ты не так. Я на своей шкуре это испытал. Ну, большего шика нет, цыка нет, на какой-то грубейшей манере внушить тебе, что ты негоден для этого места священного. Грубейшей манеры. Я думаю, ну вы-то обо мне ничего не знаете, с чего вы вдруг взяли, что вы благороднее меня, чище, выше меня, сильнее, умнее. Почему вам кажется, что если я не одет бедно-бедно, что если я не в рубище, что если я не приполз на четвереньках, на коленях, почему вы полагаете, что я с моей псевдо-голливудской улыбкой, суть – плохой парень. Почему вы так считаете? И они выгоняли там мои дети, которые очень, кстати, пятеро из них, поцеркленные. Почему вы выгоняете их оттуда? Здесь не надо шуметь. Я думаю про себя. Боже, 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 какую армию людей вы отвращаете от себя, в лишаетесь какого легиона людей своей грубостью и хамством. Сейчас, Павел, ну это упрек, который часто звучит в адрес церкви. Ну, справедливый. Это упрек, к сожалению, справедливый. И да, безусловно, проводится, конечно, большая работа сейчас, и стараемся как-то людям объяснять. Но вы знаете, насколько тяжело прийти от теории к практике? Конечно, я понимаю. Знаете, я же знаю и женщин, которые делают замечания, и вот эти, даже можно ничего не цыкать, замечания делают, один только взгляд. Взгляд, который тебя распиливает пополам. Но потом они же, эти бабушки или дедушки, они приходят на исповеди, говорят, батюшка, я ничего себе сделать не могу. Ну, то есть, человек понимает, что он плохо поступает, да, но это правда большая проблема, потому что у нас нет вот этой культуры. Но тем не менее, все-таки вопрос остается, и для Атары этот вопрос, мне кажется, стоит. А что делать человеку, который с этим столкнулся? Не обращать внимания, как это абстрагироваться? Ну, это невозможно обращать внимания, когда тебя послали. Это, ну, святой человек не обратит. Но сначала нужно достичь святости. Вы знаете, мы сталкиваемся сегодня с какой-то гигантской проблемой. С одной стороны, мы живем в информационном мире. С другой стороны, люди, которые называются верующими, ничего про Христа не знают. Люди не стремятся изучать вероучение Церкви, да, не знают просто ни Священописание, а ведь оно как раз помогает человеку держать себя в руках. И когда ты читаешь все о том, о чем говорят Атары, ты читаешь, что это было в том числе и в первом веке, апостол Лаков пишет к собранию, даже соборно послали всей Церкви, он говорит, как так получается, что, говорит, заходит богатый человек, и вы говорите, проходи вперед, а заходит бедный, а ты посиди здесь. Ну, как же так? Это в первый век послание. Аж тогда, да? Это тогда. Невероятно. Но когда человек это читает, с одной стороны, он понимает, как нужно поступать, что не нужно, значит, богатых, бедных разделять, уж тем более церковное собрание, да. И, кстати, апостол Лаков еще говорит, что тот-то богатый, он сам себя еще и унижает. Потому что если ты был бы добрым и любил бы всех, то бы все бы раздал бы, ты не был бы богатым. Но человек, с одной стороны, понимает, как нужно поступать, а с другой стороны, понимает, что эта проблема очень древняя. И что, так скажем, это не то, чтобы его утешает, что, оказывается, не только сегодня бараны и ворота, а, оказывается, все это было раньше. Но, как бы, как-то становится проще, что это не вот церковь, раньше была одна, а сейчас она как бы не та. Нет, церковь, вот здесь очень важный момент, церковь всегда была святой, всегда была святой. Но, кто внутри церкви, глава церкви Христос, Бог, глава церкви Христос, Бог, он сердцеведец, и именно он определяет на самом деле, кто внутри церкви, а кто вне ее. В фильмах, в фильмах, которые мы привыкли к истерить, и которые я очень люблю, потому что фильм «Слова нежности» с Джеком Николсоном, в принципе, сделал меня не самым безнадежным парнем на земле, как «Отец солдата», грузинский фильм, по сентиментальности. Когда в американских фильмах я вижу на каждой улочке церковь и главный герой, как бы вы ни относились сейчас к этому кино, я сейчас не заступаю за него, человек заходит туда в любое время дня и ночи, он должен поговорить. Как-то вот незатейливо они, как они все умеют делать, только не с флагом, на который мы привыкли ссылаться, с пеной на устах, как они смеют своих флаггидно показывать, а он в каждом эпизоде, где его раздирает на части дилемма, он имеет возможность от Чикаго до Иллинойса войти в любую церковь, которая на каждой улице. Никто ему не мешает, изредка появляется, говорит, моя помощь вам нужна, и столько в этом доброжелательности, и если я нужен, я подойду. Если нет, 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 святой отец, я на две секунды. Почему ты забрал моего друга Гарри? Почему? И он принимает какое-то важное для себя решение и покидает. И в этом нет показушности. Мне хочется, если уж я до конца жизни что-то пойму важное для себя, а пока я понимаю только то, что моё главное достижение – это мои дети, пока, пока, на сегодня, мне хочется про Жанну поговорить не с тем, с кем мне не повезло увидеться, и про маму, а пойти, ну хорошо, если вы мне не отвечаете на вопросы, сделайте так, чтобы мне комфортно туда было входить. Я посижу, подумаю, не думаю, что на меня с ней зайдёт озарение, но, по крайней мере, сделайте для меня этот приход дружелюбным, гостеприимным. Мне бы хотелось вернуться к фразе, которую вы произнесли очень нафористичную чекану Джулиана Барнса, что «Я в Бога не верю, но мне его не хватает». А в этой фразе, в принципе, заложено некое стремление к попытке выстроить личное отношение с Богом. У вас это есть стремление? У меня, я хочу признаться при вас двоих, что при съёмочной бригаде и при миллионах зрителей мне придётся это делать. Мне придётся это делать, потому что пятеро моих детей, я для них супергерой, для моих детей, а их больше, чем поклонников у Аллы Пугачёвой, они родились в России все. И мне придётся выстраивать свои отношения. Я не хочу быть нигилистом в их глазах, я не хочу, я могу на тему спорта рассуждать, Ковальчук хороший хоккеист или плохой хоккеист, и кто поедет на Олимпиаду. А вы с ЦСКА болеете? С ЦСКА? Я тоже. Поехали. Мы, в общем, исчерпали. Я хочу сказать, мне придётся это делать, потому что я вижу маленького. Даже я позвонил благоверной, зачем ему пять лет одному из бесчисленных моих хулиганов. Зачем эту книгу даёшь насильно читать? А они приезжают в Павшинскую путь по выходным, они гостят у меня. Про Бога, про... Она начала обожиться. Я попыток не делал навязать ему. Он достал книгу. Какому-то издательству к моменту просвещения, к вопросу о просвещении, хватило ума выпустить книгу про начальное отношение с Богом. В самой незатейливой, бездидактики манере. Он увидел эту книгу, увлёкся. Потом ему братья и сёстры сказали, смотри, а мы уже... И вот так пришёл человек, без понуканий. Он у меня. А я расферепел, думал, что это насильственная история. Почему вы маленькому самому дали? Нет. И он меня спрашивает. Вот который апостол, апостол и иднословие апостола я понимаю. Сейчас я не сдам экзамен даже на двойку. И когда вы спрашиваете меня, даже из соображений прагматических, из соображений как минимум прагматических, из соображений самоуважения, мне придётся это делать. Это же колоссальная перемена. Есть такая логика, часто встречающаяся у человека, что зачем мне, собственно говоря, Бог? Я сам справляюсь своими силами. Вам это близка, мысль? Ну вот я пока сейчас в процессе чтения Джулиана Барса. Потом я в просмотре глубоких фильмов, не откровенно библейских, назидательных, как Павла Лунгина «Остров», где хорошие актёрские работы, но где показалось слишком смачно, не краска. А я всё-таки где незатейливой манере рассказывается. Ты всё равно задаёшь вопросы, на них нет ответа. Но я же должен их искать. У вас в вашей книге, в нашей книге написано, что Бог есть любовь в послании апостола Иоанна. Так почему же вы эту любовь не являете? И заповедь Христа о том, что вы должны являть любовь. И об этом часто спрашивает церковь. Отец Павел. Вы знаете, любовь – это самый высокий добродетель. Это самая высокая планка. Вот я про любовь могу говорить много, но любить пока не получается никого. То есть, с одной стороны, надо честно понимать, кто ты есть и на каком месте ты занимаешь. И поэтому, если у нас не получается любить даже на словах, тогда, может быть, не стоит ничего говорить. Апостол Иаков уже в четвёртый раз вот цитировал, внезапно, почему так получается, он говорит, что нужно быть скорым на слышание и медленным на словах. Если не о словах, тем не менее, у Атары есть конкретная мополь, если угодно. Безусловно, христианин должен всеми доступными способами показывать пример любви. Более того, у священника на кресте сзади написано «Будь примером, словом, жизнью, верою, любовью, духом, чистотой». То есть, священник должен быть во всём смысле примером. Поэтому, как раз, когда Атар сказал, что священник, хочет ли он ехать на джипе, пусть едет, я не совсем с этим согласен, как ни странно. Я не скажу больше, я категорически с этим не согласен, но я допускаю. Я в том смысле, то, что бывает, что машины на марке, и всё хорошо. Можно понять, когда вы представительского лица, какой там спецтранспорт, да, понятно, что у святейшего патриарха там бренерован автомобиль, связь с Кремлём, всё это понятно. Но когда какой-то рядовой священник, может быть, едет на излишней, явно вычурной какой-то дорогой машине, то, как минимум, ну, это моё личное мнение, он не подумал о людях, которые на него смотрят. Не подумал. И стоит сказать, что, как ни странно, святейший и патриарх Алексий, и святейший патриарх Кирилл говорили уже об этом. Это, скорее, здесь можно видеть некое непослушание священноначалью, потому что святейшие об этом говорили и предыдущие, и нынешние, о том, что надо ездить на более-менее скромных машинах. Вот ещё, позвольте, позвольте мне спросить, спасибо у отца Павла. Разве один такой депутат, как переехавший из Питера в Москву, депутат Милонов, не оправдание, с такими друзьями... Нет, с такими врагами друзья не нужны, или какая-то звучит поговорка какая-то? Да, с такими друзьями и такие враги не нужны. Разве, да, 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 разве это не иллюстрация того, с каким неприятием того, кто намекает даже на противоположную позицию, человек, представляющий государственную власть и говорящий, что он ближайший друг церкви, разве он не наносит просто невознаградимый ущерб репутации церкви? Один такой человек способен говорить, боже, кто его уполномачивал это делать заявление? Ну здесь я скажу ещё, здесь вот не то, что не соглашаюсь, а здесь есть одна проблема, то что у нас сегодня нету спроса на добрые новости. Вот. Да, поэтому, если не ошибаюсь, по-моему, под Петрозаводском в своё время разбился самолёт, и там батюшка, по-моему, не ошибаюсь, сыном босиком из горячего самолёта людей вытаскивал. Там как раз подгибет, если не позже, судья Каюмов, если не ошибаюсь, или не Каюмов, как его звали. Ну, в общем, что-то вертится в голове. Да, судья там погиб, по-моему, футбольный, просто чтобы было понятно. То есть, да, об этом пошумели, батюшка босиком, ну, как-бы, очень быстро забывается, где-то священник или православный христианин делает что-то доброе, но это не поставит никогда в сводку новостей, потому что рейтинг не поднимется, всё это понятно. А если вот, помните, батюшка, которого, не батюшка, его уже лишили сана, человек, мужчина, ну, так он в священнической одежде, там, избил, значит, там, другого, и, конечно, об этом говорила вся страна, его потом приглашали там и на разные эфиры и тому подобное, потому что это, ну, это, понимаете, это жареное, это рейтинг, народ хочет этого зрелища, хлеба, и чтобы ещё поп кого-нибудь обязательно избил. То есть, вот это, а если вдруг батюшка где-то, кого-то спасёт, или много молится, или творит добрые дела, ну, это какая-то, сколько-то, это пропаганда, во-первых. Это, конечно, пропаганда, вы лезете, не своё дело, у нас государство светское, вот это так далее. Говорить о плохом – это журналистика, о хорошем – это пропаганда, конечно. Ну, два журналиста любят, как я в этом вообще делаю. Атар, ну, тем не менее, вот, а если бы такие новости стали появляться чаще, для вас отношение к церкви изменилось бы как-то? А я не знаю, а вот когда они появятся, будем говорить. Мы сейчас, это гипотетика, я не люблю вот этих дежурных фраз про сослагательные наклонения, я не могу. Нет, я с удовольствием дождусь. Более того, я по итогам нашей встречи напишу заметочку, я начну эту традицию. Мы хотим, чтобы те, кого мы любим, были счастливы, мы хотим, чтобы мои дети были счастливы, мы хотим, чтобы ваши дети были счастливы. Мне кажется, что если заснять на видео, коль скоро социальная сеть есть, как молодой человек, помогает маме молодой коляской, там такие понтоны, надо помочь, и это выкладывать. У этого не будет много зрителей. Но по одному человеку в год зрителей будет прибавляться. А мы-то думали, что он бездушный какой-то. Я не говорю, что это будет больше, чем бой Макгрегора принесет, а у детей никакой денег никому это не принесет. Но вокруг парня будет множиться слава, и кто-то последует его примеру. Один, один, если я, мои дети посмотрят эфир, смотрят сейчас наш эфир и скажут, и говорят однокласснику, я же говорил, что мой папа не такой тупой, как ты. Уже распространяется, как круги по воде. Я думаю, изменится все очень медленно. Человеческая природа такова, она инерционная. Но если не делать ничего, если не делать ничего, не знаю, правда, как быть вот с такой вот, как быть с этой болезнью из трех букв. Как с ней быть, я не знаю. Как человек исповедовал, он верил, он делал миллион добрых дел. Но если ты против рака, бессилен, вот с этим что делать, я не знаю. Это уже наука. Это уже наука. Но уже наука же сопряженная с верой. А что вы имеете в виду, он против рака бессилен? Кто он? Заболевший? Священник? Нет, нет, не он. Просто мы все бессильны. Мы все без званий, без регалий. Мы все бессильны. Ну как, вот человек ходил, вот человек. Чище человека, чем Жанна, я не видел. Светлее, чем я не видел. Почему? А этот вопрос же все, вопрос брошенный. Павел, ну вопрос рака, вопрос, к сожалению, часто возникающий у людей, вопрос о справедливости, вопрос о смысле страдания и смерти. Как вы по-пасторски отвечаете? Меньше всего я хочу, чтобы Бог был справедлив ко мне. Вот меньше всего хочу. Почему, Владимир Павлович? Потому что зла я сделал больше, чем добра. Вы это признаете во время беседы публичной? Если кто-то здесь что-то не признает, то мне жаль. Мы зла делаем больше, чем добра. Нет, я понимаю. Я тоже злодел, сделал больше, чем добра. Я тоже. И в мыслях, и в словах. То есть я очень надеюсь на бибус Божию. На снисхождение к себе. Очень на это надеюсь. Тем более, если вспомнить замечательную притчу Христа о том, как он простил, как царь, рабу своему 10 тысяч талантов, а тот потом не простил 100 динариев, и за это было потом очень плохо. То вообще 10 тысяч талантов, переводя на русские деньги, это около 9 миллиардов рублей, а 100 динариев это где-то 14500. То есть я понимаю, что в целом я Богу задолжал слишком много, чтобы рассчитывать на какое-то справедливое... То есть нет, на справедливый суд я могу рассчитывать, если я буду злым, я получу справедливый суд. Господь никогда злым не будет. По справедливости он меня осудит в ад, это безусловно. И поэтому я очень надеюсь на милость. Я это обдумаю. Не просто справедливость, это око за око, зуб за зуб. И поэтому если на чашу высов, знаете, когда люди говорят, вот мне зачтется, вот не надо, пожалуйста, считать мне ничего, потому что если начнут считать добрые дела, то будут считать и злые. Только милость. Только милость, на нее рассчитываю. И в этом плане, если мы говорим про вот это за что, если бы Господь послал бы болезни за что, мы бы сейчас умерли все сразу. Ну просто смотрите, если за зло, если Господь бы сказал бы, ага, ты сказал плохое слово, ноготь сломался, сказал два плохих слова, два ногтя. Манера людей, проходя мимо где-то, вот это вопрос частного, очень тихого веры, уверования, когда останавливается посреди улицы или едет в машине. Почему все ищут глазами, когда идет трансляция по федеральным каналам, камеры? Почему всем нужно фронтон показать свой? Почему обязательно нужно в центре улицы? Возвращаюсь к своему видению ситуации. Мне кажется, это такое тихое дело, как колыбельную петь малышу. Что вы имеете в виду? И когда человек останавливает посреди Московской улицы и крестится, и на храм, в машине сидит рядом со мной, я подвожу кого-то и думаю, я бы сейчас тебе, ну и изложил. Ну, мне кажется, что это та же поп-культура тогда. Ну, та поп-культура. Тогда будет песня Буйнова, и он подпевает ей. Чем тогда отличается? Он начинает тихо, тихо всем опять в этой эгрессивной манере. На самом деле, мне кажется, здесь вопрос мотивации. И почему человек это делает? Потому что, вот если привести с верой на любовь, любовь ближе к нам знакома, потому что веры мало кого встретишь. А вот если говорить про любовь, то бывает ты идешь и стоят мальчик с девочкой, целуются так, ну, они понимают, что они от кариеса ротовые полосы очищают, только ради этого все делаются. Но смотреть это неприлично. И неприятно, да? Ну, прям вот ты чувствуешь, чувствуешь, что, ну, вот зря, зря вообще по этой улице пошел. А бывает так, что идут два человека, и мужчина не может сдержать любовь, да? И он там, ну, прям вот там стихи читает, вокруг нее бегает, ну, это редко встречается. Ну, он, у меня прям любовь, вот, он светится любовью. Поэтому если человек идет, и он останавливается, и говорит, смотрите, чернь, какая я верующая женщина, Вот в этой, да, тональности. То вот, конечно, кому это надо? Самое главное то, что Бог сердцевидец, Господь говорит, мне ваши вытащить жертв вообще-то не нужны. То есть если ты говоришь, смотри, Господи, я сейчас тебе перекрещусь, как будто там галочку кто-то ставит. Да, да, да. Но если человек правда верит в Бога, идет, друг увидел храм, и у него, он даже ни о чем не думает, просто он, Господи, помиловал меня грешного, перекрестился, дальше пошел, он даже ничего не подумал. Ну, и слава Богу. Поэтому чужая душа потемки. Индивидуально все понятно. Лишь бы не было формализма и не было показований. Это да, конечно. Есть в этой проблеме и противоположная сторона, что люди, которые, допустим, понимают, что вот Атар, сидя рядом, может как-то смутиться, и это неправильно смущает человека, и человек думает, ой, я сейчас не буду креститься, хотя хочется, хотя я там хочу вот сейчас Богу эту свою маленькую такую вот веру принести. Вот мне это нужно. Я этого делать не буду. Вот, что вы такому человеку отвечаете? Мне кажется, надо посмотреть по совести, потому что перед передачей я про себя молился, но хотелось перекреститься, потом подумал, сейчас перекрещусь, Атара, вдруг оно, правда, это есть, в своей жизни я показываю, что встречал очень много, в своей, то есть со своей себя начиная, да, вот, я отлично помню, как я был, будучи молодым юнцом, там, 15-16 лет, у меня отец священник, и я, конечно, знал, когда креститься, куда кланяться, все остальное, я помню, как я мог заходить в храм и думал о том, как на меня смотрят, там, много чего сделать. То есть, что такое показуха, конечно, я тоже хорошо знаю, но все-таки, учитывая, что мы, представ перед Богом, будем отвечать за себя, то нам хорошо было все-таки помнить, что если человек и согрешает, то он согрешает не против нас и не перед нами, он согрешает, в первую очередь, против Бога. И именно Господь будет определять, как что с тобой потом делать. то есть, как говорил об этом апостол Павел, что кто-то такой, чтобы судить чужого раба, он перед своим господином стоит и падает, и силен Бог восставить его. То есть, если я вижу, предположим, как какая-нибудь поп-звезда, если я вижу, что человек согрешает, у меня есть два варианта. Я могу вас судить, ах ты, ну и дальше понятно. Или я могу, Господи, человек же не понимает, как все это плохо выглядит, ему на себе плохо делают, другие плохо делают, помолиться за него, потом вспомнить, что я сам так же поступал, да, и это тогда будет по любви. Вот, любовь это всегда подвиг. И поэтому, когда я вижу, когда человек что-то плохо делает, и за него в этот момент еще и помолиться, это реально подвиг, это прямо усиленно с собой нужно сделать. Конечно, проще подойти, взять грязь из земли и на тебя, говорят. Я очень успешно пользовался этой методикой. Долгое-долгое время. Отец Павел сказал, чужая душа потемки, Атара, не получается ли так, что мы все, я думаю, что вы тут не одиноки, и каждый это в себе тоже обнаружит, вот видим человека рядом с собой, вот он крестится. А мы его знаем, он же такой-сякой. И мы знаем, что он делает... С этим думают про нас то же самое обычно. Да, или на показ. Но не получается ли, что мы в такой ситуации встаем в позицию судьи, судим, а мы же не знаем на самом деле, что там у них с Богом в душе? Ну ничего, я из... Я не... Мало того, что я не отрицаю этого, я подтверждаю, что когда потом задним числом я начинаю говорить, ну что, ну я не знаю его обстоятельств, контекстов, в котором это делал. Я же человек, присутствующий в студии, сейчас на телеканале Спас и Атар, приехавший в 92-м году в Москву, это совершенно два разных человека. Дети меня очень изменили, конечно. Дети меня очень изменили. И не говорю сейчас, что во мне не были заложены качества, как... Просто мне приятно делать людям приятные. Мне приятно видеть, как люди не плачут, а улыбаются. Хотя слезы тоже бывают целительные и потребные. Но это родителями заложено всё. Но когда я осуждаю кого-то, я сейчас не думаю о высших инстанциях, я потом про себя думаю плохо. Ну, а ты же не знаешь, что у него было. Он же не всё тебе рассказывает. А и ты видишь только то, как он вёл себя на съёмке в какой-то публичной ситуации. У вас есть программа, кстати, на канале, очень показательная. Лакмусовая бумажка. Слово. Если хотите узнать, что за человек... А я такой физиогономист. Я поэтому к зеркалу не подхожу. И гораздо реже певицы Мадонны подхожу, потому что свою рожу я, видите, просто не в состоянии. Но если вы хотите узнать, что за человек, на телеканале «Спас» есть программа «Слово». Это никакая не реклама, а приятные слова в адрес коллег. Там вопросы про значительные материи, как у нас. У нас не менее значительные. Но там один человек. И он смотрит обыкновенно на барышню сидящую. И я задерживаюсь, потому что я знаю, что этот жанр самый тяжелый, самый энергозатратный, самый мыслительно затратный. Ты должен ответить «ладно», «складно». И при этом люди, смотрящие тебя, тебя знают. Они должны знать, что ты не врешь. Когда приходил к вам народный артист России Владимир Березин, был в гостях там, я расплакался, потому что он рассказывал про как он безотсорщина и как Махмуд Исамбаев его приголубил. А я знаю эту историю. И вот видно про Березину, как человеку старой гвардии, вот здесь, что он не лжет. Крупный план не выдерживает никто. Это же оселок на прочность твою. И меня, конечно, я это буду обдумывать. Я не хочу, чтобы он был ко мне справедлив. Я хочу, чтобы он был милостив ко мне. Это, конечно. Я вам письмо напишу. Я бы хотел все-таки немножко еще к нашей теме вернуться. У вас, Атар, так красной нитью через разные ваши мысли, суждения, проходит такой момент, что, в принципе, некое... Если говорить о препятствии, неком между вами и, скажем так, Богом, или церковью, не будем разделять Бога и церковь с большой буквы, то это несовершенство людей. Ну вот несовершенство людей. И не случайно отец Павел упоминал сегодня Адаму, что если, в принципе, отмотать совсем назад, то все несовершенство, оно вот с религиозной точки зрения в падшей человеческой природе, ввиду грехопадения первых людей. То есть вас, вот если бы люди были совершенны, вас бы с Богом ничего не разделяло. Если бы люди были совершенны, и если бы так тогда... Вы ставите меня в нелегкое положение, тогда я бы так формулировал, если бы я сам был бы хотя бы дальним подобием совершенства. Но ведь вопрос не в том, вопрос дружелюбии. Если бы я переступил порог, и мне бы улыбнулись, если бы в день похорон мамы приехал бы другой священник, если бы на кладбище, на погосте про Жанну Фриске мне так хамски не ответил человек, если бы, если бы, если бы, а я сдерживался, и я не опустился до животных разборок, минимальное требование, но требование тоже нехорошее слово, я требую... Ну что, это требование? Требование? Ну не просьба. Я, потому что пятеро моих детей вступили в жизнь взрослую, и я, если облегчить им жизнь, и с намерением облегчить им жизнь, если на моем веку этого не будет, я просто хочу через камеру, сколько про информационное пространство, нафаршированное техникой, которая доносит твою мысль до миллионов. Вот к вам зайдет младший Кушанашвили. Ну так получилось, что они у меня улыбчивые. Ну улыбчивые. Ну не цыкайте вы на них, не шикайте вы на них, ну они просто жизнерадостные. Посмотрите на их недотепистого папу. Ну будьте к ним милосердны. Не надо выгонять их, а то что они в джинсах. Ну папа может себе позволить. Но если бы, если бы, если бы, если бы, это вопрос дружелюбия, вопрос, чтобы ты хотел, чтобы человек с крестом, без креста, был дружелюбным. Но у меня пока этого не было. Может быть в этом вопрос весь? Вообще дружелюбность, вещь очень сложная. Потому что я сейчас скажу интересную такую, для некоторых новость, но те, которые читают Священное Писание, для них это не новость. Но вообще-то апостолы, ученики Христа, дружелюбными стали совсем не с первого раза. И когда в свое время Христос укорил в том, что как раз у них там не хватает веры, то, так скажем, они потом целый день устраивали, была распря между собой, они искали тот, кто из них там маловерный. Потом Христос им сказал, что пока вы как дети по чистоте не станете, царство Божие не войдете. После этого ко Христу подошли два брата, Андрей и Иоанн, и мама просила, а можно не сядут, когда ты будешь в царство, один справа, другой слева. И на следующий день, это прямо подряд несколько дней описывается, они проходили сквозь одно село, и в это село их не пустили переночевать. И тогда подошли тоже ученики и сказали, господи, а позволь нам огонь не звести на это село? Сжечь. Сжечь. Господь сказал, вы не знаете какого духа, то есть даже не понимаете, о чем вы вообще говорите, и больше с ними не разговаривали. То есть, на самом деле, быть дружелюбным, особенно постоянно, и когда у тебя плохое настроение, куда тебе там, не знаю, нога болит и так далее, это непросто. Это очень непросто. Это непросто. Это очень непросто. Но я говорил про кульминационные моменты. Я просто имею в виду, что но, но, но со священника, как и с апостолов, то есть апостолы, это были, это как у нас сегодня епископы, да, то есть там совершенно другой все-таки спрос. Поэтому, если бы там описывались бы не апостолы, да никто бы внимания не обратил бы. Совершенно другой спрос. Господь дает силу свою, во-первых, дает в помощь силу, за которую, за которую священник будет в особой степени отвечать на страшном суде. Когда священник ругополагаю, то там говорится такие слова. Возьми залог, сей залог, это то есть часть людей, то есть Господь веряет тебе, часть людей, и сохранит этот залог до самой смерти, за что будешь истязан на страшном суде, истязан до прошлого с пристрастием. Вот поэтому священник, он там вот домой пришел, его там никто не видит, он там, по крайней мере, ты никому не повредишь. Но безусловно, священника совершенно другой спрос. Вот даже когда бабушка в храме там как-то цыгнула и все остальное, это не так травмировать человек, как если священник появился, может, с ним правильно. Это безусловно. Просто, понимаете, какая штука? У нас ведь, наша страна тоже многострадальная. Если мы вспомним 90-е годы, то, конечно, у нас очень много священнослужителей рукополагали, и кто-то у нас и образование в полной мере не получил, кто-то просто был человек благочестивый, а потом оказалось, что он вроде благочестивый, но там чем-то не выдержан и так далее. Все-таки здесь есть какие-то моменты исторические, и мы сейчас не живем прямо в каких-то райских условиях. Плюс, говорю, еще информационный мир. Плюс мы все стали, знаете, мы настолько любим комфорт и удобство, что нам кажется, вот, ну, то есть мы хотим, чтобы нам служили, лишь бы мы не служили. Это тоже есть такой момент, потому что, знаете, какой один из самых частых вопросов, который касается церкви, вот именно такого физического устроения церкви, я бы сказал, меблировки храма, это где стулья? Почему нельзя сидеть? Почему нельзя сидеть? Я говорю, да нет проблем, приходи ко мне домой и сиди. Но все-таки, если мы перед Богом, да, то даже у нормальных просто людей, даже просто у светских людей в присутствии старших вообще-то стоят, ну, стоят. Если ты все-таки веришь в Бог и пришел в храм, то все-таки, ну, постой. Если ты бабушка, если ноги болят и так далее, да, стульчики есть, но они как раз для людей немощных. Немощных, да, я понимаю. У которых сил нет. Я понимаю. Но это же момент комфорта, удобства. Знаете, как люди приходят и говорят, ведь я коснусь еще одного мощного такого вопроса. А Таро не знал, может, то, что он праведник, но я задам этот вопрос сам. Почему у вас все платно? Почему, если я хочу крестить, я должен за это деньги Я упомянул, что мы стояли в очереди, чтобы заплатить за ребенка, чтобы оказалось не просто, а таким абсурдом. Феллини в загробной реинкарнации. Я объясню, почему на этот вопрос сложно ответить. Потому что, наверное, мы уже никогда теперь не вернемся в то состояние, которое было в тех древних общинах. И то, что, может быть, еще было даже в 17-18 веке. Когда приход, это люди собрались вместе, построили храм, выбрали из своей общины. Человек, который будет попом, он пошел, отучился, его благословили, его руку положили. Он у них священник. Это у них все свое. То есть храм – это их храм. И, соответственно, если, приближу, окошко в храме сломалось, то это наше окошко сломалось. И если пол прогнил, то это наш пол прогнил. Вот этого сегодня нету. Нет этого. Люди не ощущают храм своим домом. И поэтому, да, священник, с одной стороны, он может пойти на такой путь жертвы. И типа, буду служить, пусть гнилой пол, и все остальное. А там уж как, ну, усовеститься, пожертвовать. Я не могу, да, простите, это говорите. Я просто имею в виду, что у нас во всех сферах все, к сожалению, прогнило. В первую очередь, в наше человеческое. И когда смотришь на, ну, так скажем, на то, что было, то понимаешь, что, может быть, даже и вернуться не получится. Знаете, я просто, я вас понимаю, хотя не могу до конца внутренне с такой пессимистичностью согласиться, потому что, ну, знаю приходы, и там сам в один из них прихожу, где, да, есть ценники, но это пожертвование, это вот желание прихожан положить эту денежку для храма. Вот тут мы подходим к одной, может быть, даже ключевой теме. Мы к ней всю программу приближаемся, приближаемся. Я хотел бы, чтобы мы к ней, наконец, подошли. И мы сегодня говорим о встрече с человеком, которая, может быть, отвратила церкви или не дала пойти дальше в церковь. Это недостойный священник и злая старушка. При этом я знаю историю, допустим, когда человека выгнали из храма. Сначала была обида, обида, как меня выгнали. Потом пришло все-таки понимание, что я настолько хочу к Богу, что мне, во-первых, не важно, что меня когда-то выгнали. Во-вторых, я подумал, это реальная история, про то, что вот мне, может быть, это было нужно, чтобы я на контрасте с этим понял, а как правильно, что Бог всех принимает, и Бог есть любовь. И вот, отец Павел, и Атар, это вам тоже вопрос. Насколько все-таки тема встречи не просто с человеком, но с Богом, со Христом для вас важна? Я не возьму именно сегодня ответить на вопрос. А какого возраста был человек, на реальный случай, с которым вы ссылаетесь? Ну, ему было, наверное, лет... Ну, сейчас ему лет 40, в тот момент, наверное, лет 30. Ну, совсем молодой. Ну, совсем молодой. Нет, 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 нет. Я не готов отвечать на вопрос. Во мне слишком много... Я же... Уже вот это бешенство, которое меня долевало и раздирало на части, уже прошло. Я не знаю, важно... Нет, пока нет. Пока не готов отвечать. Вот все скажу откровенно. Пока я не готов отвечать на вопрос. Я нашел для себя выход. Я, по крайней мере, не буду множить пакости. Не буду множить злость и так далее. Может быть, это какой-то опосредованный у меня, окольный какой-то путь. Но я гляжу кругом вокруг. Очень много людей уверенных, что они имеют право быть прокурорами. Не в смысле мандира, а судить. И я думаю, дай-ка я вот колясочку внесу, сделаю шоколадку ребенку на улице подарю. Может быть, это какой-то дальний, отдаленный. Но ответить на ваши вопросы я пока не готов. Я думаю, что человеку главное быть честным. Это очень важно, быть честным. Потому что в случае, если ты честный, по крайней мере, ты сможешь, ну так скажем, в случае, когда будет голос Божий, ты его услышать. Потому что у Бога что-то точно нет, у него там нет лжи. Если ты привык жить во лжи, то тогда ты просто не услышишь голос Божий. Даже если он будет. Это один момент. Другой момент, то что все-таки, вот если про меня говорить, да, несмотря на то, что я тоже много чего знаю и позитивного, и негативного, и в том, что и в церкви, и так далее. Мне радует то, что главой церкви является Христос. И меня радует то, что сегодня так мир информационный, я могу спокойно все-все об этом узнать. Мне не нужно там записаться в очередь в Александрийскую библиотеку, да. И я знаю то, что до Христа жило много-много пророков, которые говорили о том, что придет Спаситель. Он, все сбылось на Христе. Сотни людей видели его воскресшим. Они за это отдали свои жизни. Опыт, в 2000 лет люди рассказывают об этом опыте, и когда я читаю их опыт, он в полной мере соглашается с моим опытом приживания Христа. То есть это не то, что я читаю, интересно, как у вас, у меня такого не было, жалко, да. Нет, это прям вот все, прям один в один, прям они как будто мою жизнь описывают. И поэтому я, конечно, Богу благодарен за эту встречу, которая, кстати, не была, знаете, как иногда люди описывают, я шел по улице, и вдруг я увидел, у меня такого не было. Это произошло как-то, оно, это как процесс какой-то прошел, вдруг я понял, что вот теперь я верующий. Потому что, вот знаете, но сначала я понял, что я не верующий. Потому что, я говорю, с детства, это далеко не у всех такой опыт есть, потому что я сын священника, и воспитывался, я хорошо был воспитан. И родители меня воспитали в любви, так скажем, у меня был интерес познавать и все остальное, но просто в какой-то момент я вдруг понял, что в реальности у меня есть огромное количество всяких поверхностных знаний, я много чего делаю поверхностно. Но в реальности, я ничем не отличается никакого атеиста и так далее, то есть ничего нет такого глубокого. И да, я тогда постепенно стал изучать. Был интерес, в конце концов, самый простой вопрос, который я, помню, все задал, ну хорошо, я родился в православной стране, у меня отец православный священник, но, а если бы у меня отец был бы имам, я родился в Саудоск-Аравии, ну, я бы, нужно было как-то искать. Я искал, я изучал, я изучал в итоге частично ислам, иудаизм, идуизм, то есть мне было интересно. Поэтому главное, и вот это могу пожелать и Атару, и всем, кто смотрит, это чтобы у нас была увлеченность вот эта, чтобы мы были увлечены этим поиском, поиском ответов. Вот, увлеченность поиском, да. Потому что если человек не увлечен, то, ну, простой пример, чтобы было понятно, вот если мы втроем плывем с вами в одной лодке, одна река, мы видим все одно и то же, но, предположим, рыбак, геолог и кто у нас там еще есть? И архитектор. Но мы в одной лодке плывем, но Атар геолог, он смотрит, ага, какие интересные берега, какая почва, я рыбак, ну, какие рыбки интересные, Атар архитектор, какие мосты, какие здания, в одной лодке плывем, но видим все разное. Просто у каждого своя увлеченность, увлеченность. Есть оптика другая, да. Поэтому хорошо было бы человеку быть увлеченным вот этим поиском. Вера очень простая, вера, 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 как отсекай все остальное, ведь только верь, как книга заканчивалась Нины Чугуновой, очень известной советской журналистки, никем не читаемой даже на московском шурфаке, но я читал эту книгу, она была очень известной матчеркистом в журнале «Огонек», времен Виталия Коротича. Верь во что хочешь, только чтобы это не было связано со злом. И так заканчивается, только верь, точка. И последнее, верь, точка. Это гораздо более убедительнее при всей своей патетике. Согласились с такой формулировкой, если угодно, только верь? Просто если подходить к слову «не делай ничего злого», то есть только добро, то с точки зрения христианского богословия, добро – это то, что угодно Богу. Здесь можно вспомнить замечательную фразу Блаженного Агустина «люби Бога и делай, что хочешь». Атар, вы сказали эту фразу, которую мне, я ее раньше, честно говоря, не читал, не слышал, она потрясающая, я в Бога не верю, но мне его не хватает. А почему вам его не хватает? В чем это нехватка? В силу, мне кажется, что когда родители не стало, не стало Азиншписа, опекавшего меня, продюсера музыкального, не стало моих товарищей Мурата Насырова по глупости его ушедшего из жизни, Игоря Сорина, выпавшего из окна, когда череда этих смертей неизвестных широкой публике людей, силы иногда нет. Все-таки 8 детей, и не в 14 браках, как принято сейчас, это один брак, и мне не хватает силы, и я думаю, если нет моих родителей, если убили брата два года назад в подъезде на Рязанском проспекте, добрейшего парня, это отдельный выпуск программы «Не верю» был бы, если бы мы не познакомились. Если мне неоткуда брать это все, может быть, стоит совершить еще одну попытку, может быть, попадется мне кто-то, кто приголосит, объяснит мне что-нибудь. А вот если бы я был вооружен верой? Благодарю за эту беседу, за ее открытость, за ее искренность. Мне очень радостно, что прозвучали сегодня эти слова о добре. О дружелюбности, такой некий ритмотив нашей беседы. Быть может, это и есть та точка, тот опыт, в котором без проблем могут друг друга услышать и понять. Тот, кто говорит «Я верю», тот, кто говорит «Не верю». С вами была программа «Не верю». Огромное спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова